Всех приветствую, я Елена, канал дачный креатив и рукоделие. Все мы садоводы-любители хотим любоваться своим садом и украшением сада могут быть не только красиво цветущие растения, но и растения с необычной формой кроны. Аккуратные шарики оригинально смотрятся в садовых композициях и всегда привлекают внимание различные по структуре кроны, высоте и цвету, хвойные или листопадные кустарники или даже многолетние травянистые растения шаровидной формы украсит любой сад. Декоративность округлой формы усиливается за счет плотности кроны, которая обуславливается густым ветвлением, плотно расположенными хвоинками или ажурной листвой. Рыхлая крона, даже если и будет иметь округлые очертания, не будет создавать впечатление плотного шара или подушки. Хотя и такие шары, если это воздушная ива, например, привносят особое очарование садовым композициям. Все шаровидные растения можно условно разделить на овечно-зеленые и листопадные. Также регулярную форму куста формируют и некоторые многолетние травянистые растения. В этом обзоре об особенностях формирования округлой формы растений, как природной, так и рукотворной, и немного примеров. Выбор растений шаровидной кроны не слишком большой, но шаровидные растения можно получить искусственным способом с помощью регулярной стрижки, используя при этом шаблоны и садовые инструменты. При этом обязательно нужно учитывать биологические особенности растений, поскольку не все деревья и кустарники положительно реагируют на обрезку. Наиболее простым и менее кропотливым способом украсить свой сад красивыми шариками является посадка деревьев и кустарников с природной шаровидной кроной, поскольку уход за шаровидными сортами от природы не требует больших усилий, как за сформированными путем обрезки растениями. В природе идеальная шаровидная форма кроны встречается не так часто, а для средней полосы России рекомендуемый ассортимент шаровидных растений ограничен еще и климатическими условиями. Но селекция не стоит на месте, и каждый год растений с округлыми формами становится все больше и больше. Природные округлые очертания у растений формируются в процессе развития кроны в вертикальном и горизонтальном направлениях, которое может происходить неравномерно, в результате чего растение приобретает шаровидную, овальную, сплюснутую по горизонтали или по вертикали форму. Если нижняя часть кроны плохо развивается, образуется полушаровидная крона, которая из-за сходства с зонтиком имеет соответствующее название – зонтичная. Такую форму наиболее целесообразно прививать на штамп. И важным условием для формирования идеальной формы является равномерное освещение. В противном случае растение будет тянуться к свету, и крона может развиваться асимметрично, что в данном случае сильно снизит декоративность. Растения с шаровидной кроной могут быть штамповыми или кустовыми. Наиболее четко шаровидная крона проявляется в штамповых формах. В результате использования высоких штампов в качестве подвоя для растений с шаровидной кроной получается шар, приближенный практически к идеальному, поскольку рост ветвей не будет ограничен в пространстве, и они будут равномерно развиваться во всех направлениях. Если прививку провести в корневую шейку, уровень почвы будет ограничивать рост ветвей, и они будут направлены вертикально вверх и горизонтально в стороны, образуя полусферу. Штамповую форму многих растений и хвойных, и листопадных, можно вырастить самостоятельно и без прививки. В процессе роста растения постепенно формировать штамповую форму путем специальной обрезки. И немного примеров растений, формирующих округлую, аккуратную, регулярную шаровидную крону, практически без участия садовника, и хвойных, и красивых листопадных кустарников, и многолетних растений. Сначала немного хвойных растений. Ельколючая глаука глобоза. Относится к карликовым сортам, имеет голубоватую окраску хвои, крона немного рыхлая, поэтому не образует плотного шара, но это можно регулировать формирующей обрезкой, стимулируя рост боковых побегов. Предпочитает умеренно плодородные почвы и хорошо освещенные места, но притяненные в полуденные часы. Нетребовательна к уходу, устойчива к низким температурам, хорошо переносит стрижку, используется для создания мини-садиков, миксбордеров, альпинариев и ракариев. Далее ельканадская или сизая, и хинеформис. Плотная шаровидная или подушка видная крона с короткой сизо-зеленой хвоей. Достигает высоту 40 см, растет медленно, предпочитает солнечные участки. Но место для посадки желательно выбрать таким образом, чтобы уберечь хвою от весенних солнечных ожогов. Лучше растет на рыхлой, плодородной, су-песчаной почве, любит регулярный полив, но не переносит застоя влаги. Далее ельканадская или сизая, альберто-глобы. Компактная ель шаровидной формы, высота около полуметра и диаметр около одного метра. Крона шаровидная, очень густая и плотная. Прирост медленный по 2-3 см в год. Хвоя игольчатая, очень декоративная, тонкая и идеально расположенная. Мягкая до 6-9 мм в длину. Ароматная, немного колючая. При распускании желто-зеленая, позже становится ярко-зеленой. Далее немного сосен. Сосногорная винтерголд. Компактный, плотный карликовый шаровидный кустарник, высотой около одного метра и диаметром около полутора метров. Хвоя летом ярко-зеленая, осенью ярко-желтая, а зимой приобретает коричневый оттенок. Как и все хамелеоны, требуют посадки на хорошо освещенных участках. Хорошо растет на любых почвах, с хорошим дренажом. Далее сосногорная гном. Куст с очень густой кроной. В молодом возрасте крона шаровидная, потом становится куполообразной. Прекрасно отзывается на формирующую, корректирующую обрезку для сохранения формы шара. Без обрезки к 10 годам высота и ширина около полутора метров. Прекрасно подходит для любого вида садов, для низких живых изгородей, альпинариев, ракариев и других садовых композиций. Далее сосногорная бенджамин. Карликовая компактная форма. Растет медленно, к 10 годам высота 70 см и диаметр около 90 см. Крона плоско-округлая, очень плотная. Место предпочитает солнечное, к почве нетребовательно. Идеально подходит для каменистых и вересковых садиков. И для выращивания в контейнерах, на балконах и террасах. И еще одна сосна. Сосногорная мопс. Карликовая, почти шаровидная форма. Медленно растущая. К 10 годам высота 80 см. И ширина около 1 м. Густо ветвица, побеги короткие, хвоя темно-зеленая. Эта сосна совершенно нетребовательна ни к почве, ни к влаге. Подходит для каменистых садов, укрепления откосов и выращивания в контейнерах. Предпочитает солнечное место. И немного сортов туй шаровидной кроны. Туй западная глобоза. Карликовая форма с округлой кроной. К 10 годам высота около 1,20 м. Побеги прямые, густые, плоские и перекрещивающиеся. Хвоя блестящая. Весно светло-зеленое. Летом зеленеет. Зимой серо-зеленое или коричневатое. Любит солнечное место. Зима стойка. Применяется для одиночных и групповых посадок, и в альпинариях, и для выращивания в контейнерах. Далее туй западная теди. Необычный сорт с очень тонкими побегами и мягкой хвоей. Кроны плотные, шаровидные. Растет очень медленно. Высота и диаметр к 10 годам около полуметра. Окраска голубовато-зеленая. Предпочитает солнечные участки, но выносит легкую полутень. Лучше растет на плодородных и влажных почвах. Не терпит замокания. И туи западная селена. Один из новых шаровидных сортов. Оригинально это туи необычной хвоей фисташкового цвета. Размеры достигают 1 метра в высоту и в ширину. И несколько примеров листопадных кустарников, формирующих самостоятельно округлую крону. Иво-пурпурная нано. Карликовая форма иво шаровидной кроны. Без обрезки вырастает до полутора метров. Чаще выращивается в качестве стриженного кустарника высотой 60-90 см. Побеги тонкие, гибкие, фиолетовые, многочисленные. Листья очень узкие, голубовато-зеленые. Осенью желтеют. Цветет в апреле-майе до распускания листьев. Хорошо выносит обрезку и формовку. Для образования густой кроны желательно укорачивание побегов ранней весной на 20-30 см. Размеры шарика можно регулировать. Прекрасно реагирует на формирующую обрезку. За сезон можно стричь до трех раз. Гибкие побеги используются для плетения корзин. Предпочитают солнечное место и влажную почву. И ивоцельнолистные хакуронишики. Кустарник шаровидной формы. Листья молодые розоватые, позднее бело-зеленые. Цветет в конце апреля перед распусканием листьев. Соцветие сережки наиболее декоративно выглядят молодые ростки. Поэтому можно 2-3 раза за сезон делать стимулирующую обрезку. Лучше всего растет на солнечном и влажном месте, в одиночной или групповой посадке вблизи водоема или альпинарии. Прекрасно смотрится в штамбовой форме. Иво благодарно отзывается на обрезку. Их можно сформировать в штамбовой форме различной высоты и диаметра крона самостоятельно. И еще из листопадных кустарников можно обратить внимание на спирею японскую. Например, Little Princess или Golden Princess. Много сортов. Компактные кустарники с плотной подушковидной кроной, высотой от 40 см до 1,20 м в зависимости от сорта, отличаются высокой декоративностью. И во время цветения это июнь-июль, когда нежно-розовые соцветия венчают концы побегов. Листья у разных сортов могут быть и зеленые, могут быть и желтые с краснеющими верхушками. Цветолюбиво может выносить легкое затенение. Для поддержания формы куста весной удаляются старые ослабевшие ветви. Зимостойкость у всех спиреевысокая. Сортов спирея японских с компактной шаровидной кроной достаточно много. Корректирующую обрезку переносит очень хорошо. Если провести обрезку отцветших соцветий после летнего цветения, может и в начале осени зацвести повторно. И немного еще скажу о цветущих травянистых шариках. Например, хризантемах мультифлора для регионов с теплыми зимами и хризантемах корейских, успешно зимующих в условиях Подмосковья и Средней полосы России, и даже в Сибири. Шарообразная форма куста, причем эту форму куст принимает самостоятельно, без вмешательства человека, самостоятельно формирует практически идеальный шар, цветущий огромным количеством небольших цветов, превращающий хризантему в яркий шарик. И многолетние астры новобельгийские, также самостоятельно формирующие шаровидную крону, кусты с крепкими побегами высотой в зависимости от сорта от 40 до 130 см, цветет с середины августа до конца октября. Цветы бывают и белые, и розовых оттенков, сиреневые, фиолетовые и красные. Палитра окрасок очень большая. Шикарный куст покрывается цветами целиком. Большое количество мелких листьев, имеющих насыщенный темно-зеленый оттенок, является хорошим фоном для сочных и пестрых соцветий. Зимостойкость у новобельгийских астр превосходная. И еще в качестве примера из травянистых многолетних растений – Палыньшмиттенана. Очень симпатичные растения. Многочисленные густооблиственные побеги образуют ажурные полусферы, или небольшие низкие плотные куртины высотой около 30 см. Листья переста рассеченные, на узкие доли серебристо-зеленые, густоопушенные. Цветет в августе-сентябре и к сентябрю становится практически серебристой, с такими же серебристыми цветами. Не любит замокания, но может восстанавливаться за счет корневых отпрысков. У Палынь есть и другие сорта – шаровидные формы кроны. Растений, формирующих округлую форму намного больше, не ограничиваются приведенными в качестве примеров видами и сортами в этом обзоре. Каждый год на рынке появляются новые диковинки. Также можно ножницами-ресекатором попробовать сформировать округлую форму у тех кустарников и деревьев, которые уже растут у вас на участке. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо! Красивого сада! До новых видео! Пока!